Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org Евгений Боротынский. Стихи 1842-1844 годов С книгою «Сумерки» Софья Николаевна Карамзиной Сближеньем с вами на мгновенье я очутился в той стране, где в оны дни воображенье так сладко, складно лгало мне. На ум, на сердце мне излили вы благодатные струи и чудотворно превратили в день ясный сумерки мои. Спасибо злобе хлопотливой, хвала вам, недруги мои. Я не усталый, но ленивый уж пил литейские струи, слегка седеющий мой волос, любил за право на покой. Но вот к борьбе ваш дикий голос меня зовет и будет мой. Спасибо вам, я не в утрате, как богоизбранный еврей остановили на закате вы солнце юности моей. Спасибо, молодость вторую и человеческим сынам досель безвестную. Перую я в зависть флакку. В славу вам. Напосев леса Опять весна, опять смеется луг, и весел лес своей молодой одеждой, и поселян неутомимый плуг браздит поля с покорством и надеждой. Но нет уже весны в душе моей, но нет уже в душе моей надежды, уж здешний мир уходит из очей, предвечным днем я опускаю вежды. Уж та зима главу мою сребрит, что греет сев для будущего мира. Но праг земле не перешел пиит, к ее сынам еще взывает лира. Велик Господь, он милосерд, но прав, нет на земле ничтожного мгновенья. Прощает он безумию забав, но никогда перам злоумышления. Толкнул глупца души моей порыв, он вызвать мог меня на бой кровавый. Но подо мной сокрытый ров, изрыв, свои рога венчал он падшей славой. Летел душой я к новым племенам, любил, ласкал их пустоцветный колос. Я дни извел, стучась к людским сердцам, всех чувств благих я подавал им голос. Ответа нет, отвергнул струны я. Да, кряж другой мне будет плодоносен, и вот ему несет рука моя зародыши дубов, елей и сосен. Пусть верую, простясь я с лирою моей, что некогда ее заменят эти поэзии таинственных скорбей, могучие и сумрачные дети. Люблю я вас, богиня Пенья, но ваш чарующий наход, сей сладкий трепет вдохновенья предтечей жизненных невзгод. Любовь камен с враждой фортуны одно, молчу, боюсь я, чтоб персты, падшие на струны, не пробудили бы перуны, в которых спит судьба моя. И отрываюсь полной муки от музы ласковой ко мне, и говорю, до завтра звуки, пусть день угаснет в тишине. Молитва Царь небес, успокой, дух болезненный мой, заблуждений земли мне забвенье пошли, и на строгий твой рай силы сердцу подай. Когда, дитя и страсти, и сомненья, поэт взглянул глубоко на тебя, решилась ты делить его волненья, в нем таинство печали полюбя. Ты, смелая и кроткая, со мною в мой дикий ад сошла рука с рукою, рай, зрела в нем чудесная любовь. О, сколько раз к тебе, святой и нежной, я приникал головой моей мятежной, с тобой, себе и небу, веря вновь. Пироскав Дикою, грозною, ласкою полный бьют в наш корабль средиземные волны. Вот над кормою встал капитан, визгнул свисток его, братствуя с паром. Ветру наш парус раздался недаром, пенясь глубоко вздохнул океан. Мчимся, колеса могучей машины, роют волнистая лона, пучины. Парус надулся, берег исчез. Наедине мы с морскими волнами, только что чайка вьется за нами, белая, рея меж вод и небес. Только вдали океана жилица, чайке подобно вод его птица, парус развив, как большое крыло. С бурной стихией в томительном споре лодка рыбачья качается в море, с брегом набрежная скрылась. Ушло. Много земель я оставил за мною, вынес я много сметенной душою радостей ложных, истинных зол. Много мятежных решил я вопросов, прежде чем руки марсельских матросов подняли якорь надежды символ. С детства влекла меня сердце тревога в область свободную влажного бога, жадные длани я к ней простирал. Темную страсть мою днесь награждая, кротко щадит меня немочь морская, пеною здравья брызжет мне вал. Нужды нет близко ль, далек ль до брега, в сердце к нему приготовлена нега. Вижу фетиду, мне жребий благой, емлет она из лазоревой урны. Завтра увижу я башни ливурны, завтра увижу элизий земной. Дядьке итальянцу Беглец италии, жьячинто, дядька мой, янтарный виноград, лимон ее золотой, тревожно бросивший, корыстью уязвленный, и в край, суровый край, снегами покровенный, приставший с выбором загадочных картин, где что-то различал и видел ты один. Ты счастлив был, когда тебе кое-что дал почтенный для тебя богатый генерал. Чтоб в силу строгого с тобою договора ты дал мне благодать нерусского надзора, благодаря богов с тобой за этим вслед друг другу не были мы чужды двадцать лет. Москва нас приняла, расставшихся с деревней, ты был вожатый мой в столице нашей древней. Всех макаронщиков тогда узнал я в ней, ментора моего полуденных друзей. Увы, оставив там могилу дорогую, опять увидели мы в отчину степную, где волею небес узнал я бытие. О, сын Авзонии, для бурь, как ты свое! Но где, хотя вдали твоей отчизны знойной, ты мирный кров обрел, а позже гроб спокойный? Ты полюбил тебя, презревшую семью, и с жизнью ее, сливая жизнь свою, ее событиями в глуши чужого края, былого своего преданья заглушая, безропотно сносил морозы наших зим. В наш краткий летний жар тобою был любим овраг под сенью дубов прохладновейных. Участник наших слез и праздников семейных, в дни траура главой седой ты паникал, но ускорял шаги и членами дрожал, Как в утро зимнее порой с пределов света питомца твоего недавнего корнета к коленям матери кибитка принесет, и скорбный взор ее минутно оживет. Но что, радушному пределу благодарной, нет, ты не забывал отчизны лучезарной, Везувий, Колизей, грот Капри, храм Петра, имел ты на устах от утра до утра, Именовал ты нам и принцев, и прелатов земли, где зрел, девясь, суворовских солдатов, Входящих вопреки тех пламенных часов, что, по твоим словам, состогнув гонят псов. В густой пыли побед, в грозе небритых бород, рядами стройными в классический твой город Земли, где год спустя тебе предстал и он, тогда Буонапарт, потом Наполеон, Минутный царь царей, но дивный кондотьери, уж зиждущий свои гигантские потери. Скрывая власть и гладь, тогда морочил вас, он звонкой пустотой революционных фраз, Народ ему зажег приветственные плошки, но ты, ты не забыл серебряные ложки, Которые среди блестящих общих грез ты к контрибуции назначенной принес, Едва ты узнику печальному британца простил военную систему корсиканца. Что на твоем веку, то ли благо, то ли зло, возникло, при тебе в преданье перешло? В альпийских молниях приемлемой опалой, свой ротоборный дух на битвы неусталой, В картечи эпиграмм суворов испустил, злодей твой на скале пустынной опочил. Ты сам глаза сомкнул, когда мирские сети уж поняли тобой взлелеенные дети, Когда свидетели превратности земли они глубокий взор уставить уж могли, Забвенья чуждые зажизненные чашей на итальянский гроб в ограде церкви нашей. А я, я с памятью живых твоих речей увидел роскоши Италии твоей Во славе солнечной Неаполь твой нагорной, В парах пурпуровых и в зелени узорной неувядаемой Амфитеатр дворцов над яркой пеленой лазоревых валов И Цицеронов дом, и злачную пещеру, Священную поднес камены суеверу, Где спит великий прах властителя стихов, Того, кто всей земле валканов и цветов, И ужасов, и нег взлелеял эпопею, Где в мраке тенора открыл он путь Энею, Явил его очам чудесный сад у тех, Обитель сладкую теней блаженных тех, Что крепкие в опытах земного треволненья Сподобились вкусить эфирных струй забвенья. Неаполь, до него среди садов твоих Сердца мятежные отыскивали их, Сквозь занавес веков Еще здесь помнят виллы, Приюты отдыхов, И Мария, Исциллы, И кто бесчувственный Среди твоих красот Не жаждал в их раю Обрезть навес Иль грот, Где б скрылся не на час, Как эти полубоги, Здесь лет упившие, Чтоб крепнуть для тревоги, Но чтоб незримо слить В бессмыслии золотом Сон неги сладостной С последним вечным сном. И в сей Италии, Где все каскады, Розы, Мелезы, Тополи И даже эти лозы, Чей безыменный лист Так преданно обник, Давно из божества Разжалованный лик, Потом с чела его Повиснул полусонно, Все беззаботному Блаженству благосклонно, Ужиться ты не мог, И помня сладкий юг, Дух предал строгому Дыханию наших в юг, Не сетуя о том, Что за пределы мира Он улететь бы мог На крыльях зефира. О, тайный душ, Меж тем, как сумрачный поэт, Дитя Британии, Влачивший столько лет По знойным берегам Груди своей отравы, У миртов, У олив, У моря И у лавы, Моля рассеянья От думы роковой, Владеющий Его измученной душой, Напрасно. Уст его, Как древле уст Тантала, Струя желанная Насмешливо бежала, Мир сердцу твоему Дал пасмурный навес, Метелью полгода Скрываемых небес, Отчизна тощих мхов, Степей и древ иглистых. О, спи, Безгрешно спи В пределах наших Людистых, Лелей по-своему Твой подземельный сон, Наш бурнодышущий, Полночный аквилон, Не хуже Веющий Забвеньем И покоем, Чем вздохи Южные С душистым Их Упоем. Конец Стихов 1842-44 Годов Продолжение следует...